Церкви волновые установки в Германии Преобразователи волновой энергии и антенны, часть 2 Добрый день, дорогие подписчики и зрители моего канала Один из последних роликов о так называемых церквях, а точнее об их истинном предназначении, как волноводух, вызвал бурную дискуссию среди неофициалов Видео было также размещено на канале Валерия Крымского, за что ему моя личная благодарность В прошлом ролике я рассматривал объекты в Тульской области по реке Упе Сегодня мы рассмотрим подобные объекты в Германии Итак, привет всем с Дунайских берегов Итак, я отправляюсь сегодня в соседнюю деревню под названием Гёглингин Вот вам первый экспонат По идее это коровник, на стене прикреплен крест Это бывшая территория Австрии Многие населенные пункты имеют окончание Ген Ну а теперь мы приближаемся к объекту, который мы будем сегодня рассматривать Церковь называется Церковь Святого Брициуса Официально построили 21 апреля 1173 года В 1768 году перестроили в стиле барокко В 1177 году для неё были отлиты два колокола Возраст здания по официальной версии 846 лет Расположена около перекрёстка Ну а вот и пожарная часть с такой интересной эмблемкой, которая находится рядом Отправляясь в этот день на съёмку, я даже и не рассчитывал, что обнаружу столько интересного практически рядом с собой Церковь расположена на перекрёстке, стоит на небольшом возвышении Перепад высот виден сразу и равен примерно 8-9 метрам Но это не всё, это под уровень моста, который идёт через Дунай На самом деле перепад высот не менее 15-18 метров К сожалению, церковь в этот день была закрыта Войти внутрь и поснимать мне не удалось Я сделал несколько снимков снаружи Ну вот теперь мы подошли к Дунаю Это направление в сторону Ульма Дуна здесь не такой уж широкий, полноводный и быстрый Берега отсыпаны Кое-где вдоль берега встречаются обработанные камни Теперь мы смотрим в сторону Устья И по нему мы сегодня отправимся рассматривать установки Ковшинки вдоль берегов Ивы по берегам Ну а вот такие вот интересные сооруженницы Это велосипедный знак Указатель с расстоянием до населённых пунктов Я возвращаюсь по мосту Обратно к церкви Что здесь всё-таки есть интересного Церковь стоит на пригорке А церкви есть однозначно потайной спуск в сторону Дуная Состоит из одной рупорной антенны Наверху мы видим шар Шар заземлён Здание оштукатурено Выложено из красного кирпича Башня, на которой установлен рупор Расположена сбоку Так называемая трапезная Пристроена уже, похоже, немного позже к ней Вот вы видите заземление Которым заземлён шар сверху Этому зданию 850 лет Почти 850 лет Теперь представьте Как вы самостоятельно сможете построить дом Который простоит такой срок В общем, ничего удивительного На этом объекте я не обнаружил Вот он как раз шар На верхушке рупора Разве что внизу В самом начале Мне попалась Интересная деревянная поделка С крестом И вот у Иисуса на ней Как-то удивительно сложны пальцы Наподобие как у металлистов Но что-то мне всё-таки подсказывало Что в этом месте что-то есть По дороге к церкви Я увидел старый дом Нижний подвальный этаж Якобы оказался засыпанным Передо мной стоял обычный гостиный двор Гастхоф Но меня заинтересовала эмблема Эмблема Наполеона Расположенная на фасаде стены этого здания Надпись гласит В этом доме гостил император Наполеон I В 1805 году После битвы по Дульмам Вблизи Обер-Эльхинген Не смог найти объяснение Вывески герба С Георгием Победоносцем Битва закончилась разгромом И капитуляцией Австрийской армии Наполеон вышел победителем Я подошел к зданию с южной стороны На фасаде герб Но значение этого герба я не знаю В этой конюшне стоял конь Наполеона Подвальный этаж уходит на 8 метров Вниз это примерно 2 этажа Через подвал протекает ручей Рядом стоит еще один присыпанный дом В котором гостил оккупант Наполеон Присыпка также примерно на 8 метров Один этаж раскопан Второй остался закопан Я обратил внимание на постройку рядом А точнее на трубу Диаметр трубы был гораздо шире Чем необходим для печного отопления Я предположил что это труба плавильной печи Постройка также выполнена из красного кирпича И оштукатурена Крыша покрыта черепицей Обычный немецкий стиль Окна арочные Дверь пробита позже Сейчас мы зайдем в это помещение И осмотрим что находится в подвале этого здания Я спускаюсь на 4 метра вниз по лестнице В подвальное помещение Но это не конечный этаж На полу выполнена бетонная стяжка Ступени лестницы из красного кирпича После жары 35 градусов снаружи В помещении достаточно прохладно А это дверь Подземный проход к Дунаю Потолок закругленный Так называемые бойницы Смотрят наверх По словам хозяина Здесь была пивоварня А сюда сливалось готовое пиво Не хотел бы я Отпробовать пивка из этого лотка Слишком уж не гигиенично Бетонный пол залит позже Этаж ниже Откапывать просто не стали Я прошелся еще немного по этой улице И обнаружил еще одно присыпанное здание Больше всего мне в этом домике понравился Угловой выпуклый закругленный балкон Крыша пристройки рядом Имеет достаточно острый угол Я заснял угловой балкон поближе Современные строители Не станут так заморачиваться Я здесь немного задержался И мы продолжаем осмотр Волноводов типа кирхи Мы движемся по Дунаю Против течения дальше Церкви расположены у реки Построены из красного кирпича И оштукатурены В каждой имеется башня С рупорной антенной Различной конструкции Иногда башня стоит рядом со зданием Что к чему было пристроено Не ясно Но я думаю Что как и в России Пристраивали Трапезные с алтарем Цельная конструкция волновода Включающая в себя все элементы Была частью сети Вы спросите Если от одной волновой антенны Типа церковь Сигнал передавался дальше по цепи То кто же транслировал волны на церкви? Где же эти центры? Встречаются также двухкупольные образцы К которым пристроены боковые здания Мы можем заметить и другие модификации Купольных установок С различными рупорами Ну и где же все-таки эти центры С которых передавался сигнал на церкви? Ответ опять перед нашим взглядом Но под другим углом В центре крепости звезды Ульм Расположен собор Мюнстер Установка собор От слова Собирать Ее задачей было Перераспределять волновые сигналы Рассылая их А также При необходимости Собирая И подавая в центральную сеть Нашей планеты Своеобразный Допотопный Волновой интернет Почему же Эта планетарная система Не функционирует сейчас? Да потому что Она была рассчитана На позитивные действия А теперь Заземлив все антенны Она начала выполнять Негативную функцию Не во благо нам А во вред Дополнительно Введена в строй Более современная Система воздействия На человека Соборами Являются Телевизионные Вышки А церквями Вышки Сотовой связи 5Г Здоровенные Передатчики Воздействуют На нас Волнами Чтобы мы Продолжали Жить в рабстве Разводят Нас в этом Террариуме Чтобы доить Энергетически Придумав нам Многовековую Историю Развития Но мы Просыпаемся Переставая Быть рабами И автоматически Становимся Неугодными Террористами Восставшими Против системы Неважно С оружием В руках Или развенчивые Исторические мифы Здесь я Поставлю Алтарь Здесь я Воздвигну Крест Тут я Начну Читать Молитвы Чтоб прежний Мир Воскрес Благодарю Вас За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Оставляйте Комментарии До следующих Встреч Пока Продолжение следует